Здравствуйте! Сегодня на уроке мы с вами начнем разговор о таком явлении, как электромагнитный смог. Это понятие взято не столько даже из жизни или из каких-то литературных источников, сколько это медицинское уже понятие, признанное Всемирной Организацией Здравоохранения, и отражает ту ситуацию, которая сложилась в мире, влияние человека, продукции, которую он производит, на окружающую среду. Все мы с вами, особенно старшее поколение, среднее поколение, даже если брать ближайшие годы, десятилетия, скажем, те, кто родились в 50-е годы прошлого века, родились почти что в тех же условиях, что и предыдущие поколения. Да, уже были определенные отклонения в больших городах, в мегаполисах, но если брать в целом нашу страну, с ее совершенно невыразимыми просторами, только несколько было точек, которые отличались повышенным вот электромагнитным таким фоном. Сейчас все гораздо изменилось. Очень много источников электромагнитного излучения появилось за эти годы. Несоизмеримо. В некоторых случаях, когда замеряют показатели в отдельных, конечно, местах, говорят, что изменился уровень электромагнитного излучения иногда даже в миллион раз. Да, мы с вами, как живые организмы, привыкли к той среде, которая создала эта планета. То есть это фактически постоянное электромагнитное поле, которое иногда возмущается, мы знаем магнитные бури, насколько хорошо или плохо мы их переносим, каждый может судить и сам об этих состояниях. Даже уже здесь видно, что естественное электромагнитное поле, которое фактически постоянное на этой планете, если оно немного возмущено, уже начинаются ли головные боли, или сердцебиение, или еще что-то. Даже предупреждения идут по телепередачам, там, где идут погодные метеоновости. Нам уже говорят, что будет буря, там, средняя, сильная, неважно. Будет метеозависим, обратить внимание, принимать препараты. И поэтому мы с вами рассмотрим это понятие электромагнитный смог, то есть привнесённое человека в нашу обычную жизнь, разложим его по полочкам, что влияет, как влияет, и сделаем заключение, конечно, определённое о том, а как нам себя вести в этих условиях. Для того, чтобы всё это разложить по пучкам, нам нужно сначала что сделать? Классифицировать это явление. Итак, классификация источников электромагнитного излучения в контексте электромагнитного смога. Вот эта картинка следующая. Для того, чтобы вас, может быть, напугать, да, сотовые телефоны, и не просто так вот эта лампа, которая энергосберегающая, тоже добавляет локально этот электромагнитный смог, частичку свою небольшую в этот электромагнитный смог. И в пределах города, больших населённых пунктов, трасс, магистралей, автомобильных, железнодорожных, аэродромы и так далее создаётся такой невидимый для нас. Смог, если химический смог от выхлопов автомобилей, ТЭЦ и так далее, мы это можем почувствовать, обоняние работает. Уже хуже становится с газом, там специально добавляют, бытовой газ, добавляют специальные присадки, что если где-то есть утечка, мы начинаем чувствовать этот запах, а так бы мы могли тоже его не чувствовать. И прекрасно бы это всё взрывалось бы. Вот, здесь же, как почувствовать, что находится рядом с тобой, в какую зону ты попал, если ещё жёсткая радиация, вот трагедия, которая была на Чернобыле, и те пожарные, которые первые туда приехали, начали это тушить, а ощущение, говорит, было такое, что горит лицо. То есть, жёсткое это излучение, большое, то есть, там было достаточно мощное это излучение. Да, мы знаем, чем это всё закончилось. Для этих, можно прямо сказать, героев, которые бросились просто на абразуру, вот это было ощущение. Это уже когда запредельно, уже туда нельзя входить. Вот, как быть здесь? Мы постоянно в этом находимся, вроде привыкли, да, что-то мы утомляемся, что-то такое ощущение, как будто горная болезнь. Да, утром просыпаемся, а это не значит, что мы отдохнули. Иногда даже ощущение, особенно в больших городах, ощущение такое, что мы утром даже больше устали, чем когда засыпали. Вот такое ощущение, действительно, горной болезни, когда не хватает кислорода. Поэтому мы сейчас, вот, обратимся снова к Всемирной организации здравоохранения, как она это всё классифицирует. Определила электромагнитный смог как одну из четырёх главных составляющих загрязнения окружающей среды. То есть, не второстепенный он введён, этот электромагнитный смог, в одну из главных причин загрязнения окружающей среды. Итак, источники электромагнитного излучения. Их можно, вообще-то, разделить на несколько групп, но вначале давайте дадим определение, собственно, к улезить эти источники, а что есть электромагнитное излучение. Значит, это электромагнитные волны, возбуждаемые различными излучающими объектами. Какими объектами? Заряженными частицами, то, что вот я говорил до этого, атомами, молекулами, а вот дальше то, что уже ближе к нашему разговору, антеннами и прочее. Различные антенны, различные домашние приборы, включая там пылесосы, кофеварки, фены и так далее, тоже излучают электромагнитные волны. В зависимости от длины волны, очень важно, мы говорили о магнитном поле Земли постоянно, при нашем организме привык к этому. А тут разные источники с разной длиной волны, с разной частотой, это имеет существенное, оказывает существенное влияние на живые организмы. Итак, в зависимости от длины волны, различают гамма-излучение, то, что вот мы говорили про Чернобыль, рентгеновское излучение, рентгеновские кабинеты, допустим, ультрафиолетовое излучение, ультрафиолет, загораем на пляже, видимый свет, вот сейчас мы друг друга видим, видимый свет, инфракрасное излучение, хорошие обогреватели дома, инфракрасное, новое поколение, когда согреваем не воздух, а конкретные предметы, то есть лишней энергии электрической мы не тратим, инфракрасное излучение тоже можем на собственном примере это видеть. То есть радиоволны, радиоприёмники, телевизионные приёмники, низкочастотные электромагнитные колебания, силовая сеть. И вот когда мы это всё посмотрим, ну, слава богу, допустим, нету гамма-излучения рентгеновского излучения, надеюсь, что рядом нет у нас кабинетов с рентгеновскими аппаратами, либо каких-либо установок для неразрушающего контроля тех или иных изделий, когда их просто просвечивают. И если это даже есть хорошо, всё закрыто, скажем, свинцом, эти помещения, всё остальное, в принципе, у нас присутствует. Что-то есть естественного происхождения, к которому организм давно адаптировался, это и ультрафиолетовое излучение, и ультрафрасное, хуже с радиоволнами и низкочастотными электромагнитными колебаниями. Значит, теперь смотрите, по разделям так, откуда нам приходит это излучение, то есть к чему нам готовится. Возьмём рабочие помещения и наши квартиры. Фактически вся жизнь проходит, ну какое-то время мы находимся на улице, возможно, едем в автомобиле, автомобиль тоже внутреннее помещение, там свои проблемы, о них мы тоже поговорим. Сейчас возьмём вот эту классификацию. Внутренние, первые внутренние источники электромагнитных полей, в жилых помещениях. Почему жилые помещения? Достаточно большой промежуток времени мы проводим дома. Спим, отдыхаем, кушаем, зачастую работаем. Если это удалённый доступ, допустим, к интернету и так далее. Значит, что здесь у нас? Где эти точки? Внимание, на которые мы должны обратить. Электропроводка. Вся электропроводка. В основном, конечно, будем говорить о силовой электропроводке. Бытовые электроприборы. Распределительные щиты. Отдельный разговор о распределительных щитах. Трансформаторы, возможно, не дома. Иногда бывает, что и в районе жилых помещений, либо рабочих мест находятся трансформаторные подстанции или трансформаторные киоски. Тоже на это обращаем внимание. Ну и персональный компьютер. Вот хотя бы пять уже позиций, которые привносят в нашу жизнь дополнительные излучения. Электрическое, либо магнитное. Внешние источники. То есть, куда деваться? Находимся дома, подвергаемся воздействию. Выходим на улицу, садимся в транспорт, перемещаемся. Опять есть источники, которые воздействуют на нас. Какие внешние источники электромагнитных полей для наших жилых помещений. Даже есть даже жилых помещений, внешние. Но хотя мы можем оказаться и вне жилых помещений и тоже подвергнуться этим источникам. Итак. Электротранспорт может воздействовать как на наше жилище, так и мы находимся в электротранспорте, подвергаемся этому воздействию. Линии электропередач. Всегда вздрагиваю, когда вижу дома, которые находятся буквально под линиями электропередач, либо дачи. Теле и радиостанции. Принимаем телевизионный сигнал, но, допустим, на очень большом расстоянии. Не обязательно же у каждого находится жилое помещение непосредственно в Москве, там, скажем, у Останкина. И в каждом городе даже районный центр имеет свои источники излучения. Ну, это разные по мощности станции. Это не значит, что у вас квартира буквально прямо смотрит на эту антенну излучающую. Спутниковая сотовая связь. Спутниковая связь, будем отнести, к профессиональной связи всё-таки. В основном, хотя на наших больших просторах страны в некоторых местах только спутниковая связь и как связь доступна. Сотовая связь. По последним данным в России больше двух номеров на каждого человека, включая младенца. То есть, симки. Да, понимаю, что часть симок не работает, часть там заменяют. Один разговор по одной симке, либо там две симки сразу находятся в телефоне. Вот, но сотовая связь, по-хорошему, нельзя ничего сказать плюс-минус. Значит, плюс – это хорошо, минус – плохо, да? Тут проблема в чём? Когда мы разговариваем, телефон находится около головы. Попробуйте у человека замерить, что происходит по черепной коробке. Что, лоботомию проводить? Кто это вам согласится из живых-то людей-то, да? Посмотреть, что там происходит. Вот, поэтому, конечно, проводят эксперименты на животных. Мы об этом тоже поговорим. На тех животных, которые наиболее близки по системе защиты именно головного мозга к человеку. Что у них происходит от воздействия излучения от сотового телефона. И как сотовый телефон выбирать в данном случае, чтобы минимизировать последствия. Ну, и радары. Радары, да. Радары могут быть, особенно, когда это, скажем, радары какие? Радары, допустим, системы ПВО, радары аэродромов. Мы тоже их посмотрим в дальнейших уроках, какие бывают радары, как они работают. И даже внешний вид, чтобы вы понимали, с чем вы сталкиваетесь. Все понимают, что вот даже по названиям нашей, допустим, военной техники, там наши системы ПВО, там С-300, С-400, С-500, цифрка-то показывает плечо действия комплекса. Вот, то есть на этом расстоянии уже возможна атака. А подсветка цели, ее захват и сопровождение гораздо больше. В расстоянии еще и другими средствами, включенными в этот контур, средств ПВО. Поэтому вы можете находиться в совсем другом месте, а радары будут работать. Как замерять уровень электромагнитных излучений, какими приборами, мы тоже с вами в дальнейшем рассмотрим. Итак, переменные электрические поля. Ведь когда мы говорим электромагнитные, чувствуете, первое – электро, потом магнитные поля. Так вот, давайте их сейчас разделим, посмотрим, какие единицы измерений и что вообще происходит. Какие-то конкретные примеры. Стоит вообще на это обращать внимание? Не стоит. Итак, первые возьмем как электромагнитные. Первый, значит, электрические. Итак, переменные электрические поля. Переменные электрические поля возникают при наличии электрического напряжения в том или ином, допустим, кабеле. Они встречаются вблизи кабелей электронного оборудования, стен, полов и так далее. Ваша силовая сеть. Хорошо, если вы знаете, где она проложена. Она может воздействовать на вас, эта силовая сеть. Очень плохо, если рядом с этой силовой сетью, которая находится, допустим, она замурована в стену, находится ваша кровать, либо удобное кресло, которым вы проводите достаточно много времени, либо читая книги, либо смотрите телевизор. Это нежелательно, хотя можно и понять. Другой вопрос возникает, а куда мне деваться? Силовая сеть проложена буквально по периметру комнаты. Об этом тоже поговорим. Как можно минимизировать даже вот такие критические ситуации, когда вроде деваться некуда. Можно ли отключить, периодически отключать целиком, допустим, сегмент этой сети от кухни, либо от кухни, там еще холодильник, да, ну а вот спальня, допустим, в какой момент там подать электричество, в какой нет. А если это невозможно, как защититься или хотя бы минимизировать воздействие этих, допустим, силовых сетей? Теперь высоковольтные линии. Электропередачи также создают переменные электрические поля. То, что я говорил, вот дачи, садовые участки, иногда коттедж. Ну и тут единица измерения, так называемый вольт на метр. И мы сейчас посмотрим с вами, как это все воздействует на человека, то есть какие уровни, что является допустимым и что превосходит этот порог. Какие изделия, либо вот такие высоковольтные линии. Итак, значит, фоновый уровень электрического поля частотой 50 Гц, это наша силовая сеть, не должен превышать 500 вольт на метр. Запомним эту цифру. Это просто по нормам, санитарным нормам, 500 вольт на метр. Итак, интенсивность электрического поля. Конкретные примеры, чтобы вам лучше это запомнилось. Электрический будильник, вот он стоит у нас на тумбочке рядом с кроватью, на расстоянии 10 сантиметров. Действительно, ну, может быть чуть побольше. 10 сантиметров уже совсем близко. На краю, допустим, стоит. Это специально поставили так, чтобы когда он зазвонит, рукой его накрыть, выключить и забыть про него и спать дальше, пока там не сработает, допустим, второй режим. Либо где-то стоит второй будильник. Итак, 10 сантиметров от 210 до 600 вольт на метр. Помним, предел 500. Возможен вариант уже превосходящий, допустимое. При этом мы должны понимать, что мы спим, мы расслаблены, а будильник работает. А он на нас воздействует. Поэтому лучше... И да, и сотовый телефон тоже, кстати, любим класть рядом. Да, сейчас он нас разбудит, а ведь он работает. Итак, будильник уже неоднозначно... Да, может быть 210, но и зачем этого? Да поставьте обычный механический будильник. Потому что эти 210, а вот это всё набирается. Ведь когда, допустим, радиация, хотя это не является таким уж чистым примером, да, есть ведь счётчики, которые показывают ещё уровень, который вы набрали за всю, допустим, жизнь, за месяц, за год. Что нельзя, не только разово можно убить человека, но и можно набирать. Как это действует? Вообще-то в медицинских заключениях пока что это отсутствует. Но зачем вам нагружать свой организм дополнительным вот этим воздействием, даже если оно меньше, чем норма? Лучше как можно дальше, а лучше, чтобы вообще этого не было. Если можете исключить электронный будильник, если можете на ночь отложить подальше сотовый телефон, а то знаю, как на некоторые ещё и наушники, такие примеры есть, да, наушник, фоновую музыку и в обнимку с сотовым телефон. Господа, ну, это, конечно, ваш выбор. Возможно, может быть, лучше тогда поставить колонки на большом расстоянии, включить тихо эту музыку. Может быть, там что такое шум листвы, птицы, пение птиц, и пускай это вас умиротворяет, и вы спокойно засыпаете. Но там, на этом расстоянии, допустим, там только есть колонки, тоже, кстати, электромагнитное излучение, но это уже большое расстояние, вы можете на несколько метров от кровати поставить. А вот это вот всё, вроде бы маленькое изделие, но от 210 до 600 вольт на метр. Дальше. Электрический будильник на расстоянии 2 метра, но здесь уже менее 1 вольта на метр, лучше ставьте на 2 метра. В крайнем случае придётся встать с кровати, чтобы его погасить, может быть, сон уже пройдёт, и вы можете вовремя выехать на работу, а не потом спешить, чувствуя, что опаздываете. Что ещё? Незаземлённый удлинитель. Замечательные слова. Незаземлённый. Вот подумайте, у многих ли дома силовая сеть не розетки, а сама силовая сеть заземлений? Отсутствие заземления приводит к дополнительному электромагнитному излучению. Причём это вот не то, что я сейчас придумал. Даже если мы посмотрим на такое направление, как безопасность информации, требуется. С точки зрения безопасности, можете узнать у служб безопасности, которые занимаются именно безопасностью сетевых кабелей, компьютерных, помещений, где работают серверы. Заземление, кроме того, что оборудование может выйти из строя, если там какой-то где-то есть пробой, скачок, возможно, выжигание, часть схем. Поэтому, кроме всего прочего, если нет заземления, очень большой электромагнитный фон, который можно считывать дистанционно. Тут то же самое. Тут не считывают информацию, а вот этот вот электромагнитный фон, из-за того, что нет заземления, вы не сбрасываете это в землю, воздействует на вас. Поэтому в данном случае, а, нет, и бог с ним, что там нет, у меня вот в холодильнике розетка, штекер сам с заземлением, и там в розетке нет, ну и бог с ним включили. Можете это всё включить, но учтите, что это всё будет на вас давить. Эти поля от разных приборов, от разных силовых кабелей, от удлинителей, незаземлённых удлинителей на 30 сантиметров, от 50 до 150 вольт на метр. Это вроде бы ниже порога. Сколько таких удлинителей у вас? Сколько их не заземлено? Это один удлинитель, другой удлинитель, третий удлинитель. Как накладываются эти поля, вы знаете, сможете только, когда возьмёте специальный прибор, который может померить вам уровень этого поля. Если у вас нет этого прибора, либо меняется конфигурация расположения этих удлинителей, лучше, если будет заземление. Дальше. Заземлённый удлинитель, смотрите, насколько падает. От 5 до 25 вольт на метр. Всего-навсего есть заземление. Вы почти на ноль уходите, 5 вольт на метр. Но пускай даже 25, а там 500. Допустимый уровень. Поэтому делайте ремонт в квартире, такой полукапитальный, может быть, даже капитальный ремонт в квартире. Косметически сложнее. Попытайтесь это сделать. Посмотрите, где можно заземлить. Конечно, должны вызвать специалистов из РЭО, потому что они знают хотя бы план дома. К чему можно приварить, допустим, именно шину заземления из вашей квартиры? Ни в коем случае не заземляйтесь через батареи. Есть ещё такой, что называется тренд, а мы сейчас заземлюемся через батарею. Что у вас там пойдёт по этому заземлению? Вы не думаете, что кто-то с мокрыми руками мыл посуду или чего-то там стирал, повесил, коснулся этой батареи? И вы будете отвечать. Хорошо, если он остался жив. Поэтому никаких заземлений на батарею, никаких заземлений на дубу. Только штатное заземление. Либо вам должны указать, через что можно заземлить. И желательно, чтобы они сами и приварили. Эту шину. Итак, идём дальше. Включённые электрические одеяла. Различные там есть добрые теплопанели. Есть электрические одеяла. Тепло хорошо, да? От 1000 до 3500 вольт на метр на расстоянии одного сантиметра. Да, вы можете согреть кровать этим электрическим одеялом. А потом отнесите его как можно дальше. Предварительно, естественно, выдернув из розетки. От двух раз до семи раз превышение. А если вы ещё будете спать под этим одеялом. Только помните, что вот ещё один такой нюанс. Кровь человека – это не дистиллированная вода. Понятно, да? Она тоже может проводить и токи, и накапливать себе. Поэтому и даже разные реакции будут идти по-другому внутри организма. Тем более ночью, да? Расслабились, спим. И тут на нас вот такое воздействие. Выключенное электрическое одеяло на расстоянии одного сантиметра. Вроде прогрели хорошо эту кровать, легли, отключили. Почему? Откуда берётся? Оно отключено. Оно отключено кнопочкой, а не выдернуто из силовой сети. Возможен вариант 300 вольт на метр. Почти предел. Поэтому надо прогреть. Прогреваем. Надо помещение прогреть, если не кровать, а потом поддерживать. Не хватает по какой-то причине радиаторов, которые штатные у вас в квартире. Посмотрите инфракрасное излучение. На достаточно большом расстоянии. Есть очень экономичные устройства. Другой вариант. Не хватает тепла. Что можно сделать? Если хотите поменьше использовать электроэнергию, есть такие называемые тепловые насосы. Они чем-то похожи на кондиционеры, сплит-системы, но они просто забирают энергию из окружающего пространства за квартиру и подают внутрь квартиры. В чем здесь их, можно сказать, прелесть? Один киловатт затраченной электроэнергии дает от двух до трех киловатт тепла внутри дома. То есть перемещает это количество тепла внутри дома. Если просто будете использовать то же самое инфракрасное излучение, один киловатт даст киловатт тепла. То есть есть такой вариант. Сможете, отказываетесь от вот таких одеял. Дальше. Дома под высоковольтной линией электропередач. Всего несколько вольт на метр. Но учтите, что вы постоянно в этом доме не будете находиться. У вас, если это дом, то вы выходите из этого дома. Потом выходите на балкон. Просто гуляете на улице. А здесь рядом проходит высоковольтная линия. Вот смотрите, в доме всего несколько вольт на метр. А что происходит на открытой площадке? Обратите внимание. Открытое пространство под высоковольтной линией электропередач до 10 тысяч вольт на метр. Да, мы можем там, конечно, ранжировать эти линии электропередач. Но вот 10 тысяч, конечно, это предел. Это высоковольтные линии, вы их можете видеть. Это достаточно мощные опоры. Или линия 500, если у вас там меньше, да, в определенной пропорции это будет уменьшаться. Но запомните, это 10 тысяч вольт на метр. Нужна вам эта дополнительная нагрузка? В доме вроде все хорошо, но мы потом забываем и привыкаем к этому антуражу, что здесь у нас какие-то кабели протянутые, вот висят там. Да, возможно, когда ваш ребенок катается под этой высоковольтной линией, он даже чувствует, допустим, на велосипеде, да, он чувствует покалывание в руках. Вот спросите у него, чувствует он такое или нет. Я знаю, спрашивал детей, которые катались, говорит, да, чувствую. Он говорит, даже, говорит, как-то интересно едешь, а тебя там как вот немножко щипит. На самом деле это вот это воздействие, опять же, на организм. Поэтому желательно находиться все время за допустимыми зонами. Зоны эти очерчены вокруг линии рекопередач, и ничего там не строить, и желательно там не сажать, потому что вы будете ухаживать за этими растениями и находиться сами под воздействием этих полей. Так, теперь магнитные поля. Электрические, общую такую характеристику дали. Магнитные поля. Единицы измерения мы возьмем микротесла, МК-тесла. Почему возьмем? Стандарты есть по безопасности, которые выставляют уровень допустимого излучения магнитного именно в микротесла. Причем есть некоторые наработки и у медицинских работников по воздействию, особенно, может быть, еще на неокрепшие детские организмы, где тоже идут вот такие замеры в микротеслах. Итак, есть две организации, которые стандартизировали это все. Говорят, что все замечательно. Правда, на 50 Гц, сейчас я привожу пример здесь, вот, есть американский вариант 100 микротесла и европейский 0,02 микротесла. Все на 50 Гц. Да, и пояснение, значит, что это за организации. Значит, первое, это Международная комиссия по защите от неинвизирующего излучения, то есть это не есть излучение, которое было на Чернопольской атомной электростанции. Вот, а вторая организация, это стандарт биологические методы при строительстве. При строительстве в том числе, почему здесь вот меньше, вы видите на сколько, да, там 100. Вы находитесь на работе, находитесь там 8 часов, ничего с вами не случится. И совсем не рассматривает нахождение в квартире человека. Вот этот второй, СБМ-2008, он уже нацелен в том числе на жилье. И долгое пребывание, значит, понимает, что там 10 часов, 12 часов находится человек в жилье, в своей квартире, опять же, отдыхает, спит, вот поэтому отдают 0,02. Даже как бы немножко перезакладывается, потому что то, что наработали медики, ну, тоже неоднозначно, вы понимаете, в чём дело? Некоторые медики говорят, есть воздействие, другие нет. Но если кто-то говорит, что есть воздействие вот этих магнитных полей, на этом надо уже прислушиваться и смотреть, почему у одних получается выявить пагубные воздействия магнитных полей, переменных магнитных полей, у других нет. Так вот, те, которые смогли провести эти замеры и сопоставить замеры с состоянием здоровья, в том числе детей, они выдают цифру 0,2, мы сегодня ещё увидим 0,2 микротеслы. 0,2 микротеслы больше, чем по этому стандарту 0,02, и значительно меньше американского стандарта на 100 микротесл нахождения в помещении, именно в рабочем помещении. Итак, посмотрим же источники электромагнитного излучения, те, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Итак, что же мы здесь можем видеть? Смотрите, компьютер от 1 до 100 микротесл, 0,2, здесь 1,100. У нас эти компьютеры дома, не только на работе. Дома включены в режиме сна, в лучшем случае это погашен только экран монитора, сам компьютер работает, а там ведь у нас различные источники колебаний, в том числе электромагнитных. Внутри самих микросхем, диск, связь, которая работает, даже если погас экран, видим, если у нас мобильная связь используется, видим, что мигает. Либо горит постоянно там светодиод того или иного цвета, работает. То есть излучение есть, Wi-Fi работает. Так вот, компьютер от 1 до 100 микротесл. Холодильник 1 микротесл, но помню, что 0,2. То есть на кухне, ладно, он работает, покушали, приготовили там еду, всё. Давайте мы телевизор не будем смотреть на кухне, где много различного оборудования, особенно если там у нас целиком кухня собрана, а там мы ещё запустили, допустим, стиральную машину, отдельный разговор. То есть пришли, приготовили пищу, покушали и уходим в ту зону, где наименьшее излучение. Смотрите, кофеварка 10 микротесл. Да, она не так долго работает, но излучение даёт. Теперь от этих вот трёх примеров бытовых приборов давайте перейдём к транспорту. Смотрите, пригородные электрички, особенно большие, которые города, мегаполисы, собирают себе очень много народа из пригородов, из соседних даже регионов. 20 микротесл. Сколько мы едем в зависимости от маршрута, да? Допустим, 100 километров, полтора 100 километров. Вполне допустимо. Может быть, там не каждый день, ну, а в пределах там 60 километров уже вполне вероятно, что и каждый день. Если на расстоянии 60 километров нет другой работы, вот и ездят. 20 микротесл, там 0,2. Это уже не 10, это уже в 100 раз. Отличие. Да ещё, в электричке, может быть, предвосхищая следующий наш разговор, где мы будем рассматривать более детально транспорт, сразу могу сказать, в электричке садитесь, в немоторный вагон. При этом я спрашиваю, а что такое моторный вагон? И, в общем, когда я вот спрашиваю людей, как вы вот воспринимаете моторный вагон, как будете говорить, а моторный, который гудит в электричке, там аж вибрации идут. Ответ неверный. Моторный вагон, это тот вагон, у которого есть только приёмник. На остальные там нюансы я не буду вам говорить, не видно с платформы, допустим, если высокая платформа или низкая платформа, видно там колёсные пары, какие подходят, тележки, там можно тоже отличить моторный вагон от немоторного. Итак, смотрим наверх, только приёмника нет, садимся. Гудит, это не самое страшное аудиовоздействие на вас. Но хуже, когда вы садитесь в моторный вагон, а у него есть такая тенденция, что когда замеряли, все поля идут строго вертикально. От рельс вот так идут строго вертикально, то есть просто пронизывают вас, когда вы едете в этих электричках. Поэтому и на дачу едем, и на работу, и с работы. Не пытайтесь, да, так бывает даже немножко в борьбе, когда много народа едет, мы вот хотим прорваться к этим вагонам, которые тихие. По звуку они тихие. Электромагнитные поля наиболее сильные у них. Сотовый телефон 40 микротесл. 200 раз. Что можно сказать про сотовый телефон? Потом буду тоже давать эти рекомендации, сейчас предварительные. Самое мощное излучение сотового телефона, когда он либо ищет станцию, либо вы вызываете абонента. Вот момент вызова абонента, если у вас нет даже не хенд-фри, а просто наушников, допустим. Лучше, конечно, наушники, чем то, что вы вешаете на ухо сюда. Ещё вешаете дополнительный источник. И телефон. Лучше вот через наушники просто вывести, возможно, в наушниках, в гарнитуре, гарнитура даже целиком, но проводная. Если этого нету, набрали номер, смотрите на картинку, на заставку. Пока там не появилось, что есть соединение с абонентом, держите на расстоянии. А не так, что мы набрали и сразу кухню, и слушаем гудки. Какую вам информацию эти гудки несут? Никакой. Так вот, держим, а можете даже почитать 10 секунд, от 10 до 20, это пойдёт только соединение, где-то между 10-20 секундами, а первые до 10 досчитаете, ничего там нет, всё равно. Подносите, не прижимаете, не прижимаете. Хотя бы один сантиметр, чтобы уж совсем-то в мозг это электромагнитное излучение не било, вот на каком-то расстоянии, потому что там нелинейная зависимость. Мы знаем, что не везде есть линейная. Особенно вот если вспомните курс физики школьной, там нелинейная зависимость, там как минимум квадратичная зависимость, поэтому даже один сантиметр уже большой плюс. А на этом расстоянии вы всё равно будете слышать, когда с вами разговариваем. Вот, значит, сразу не хватаемся, не прижимаем к уху, и на расстоянии лучше есть и гарнитура. Печь СВЧ от 8 до 100 микротесл. Тоже 100 микротесл прилично, если там учесть, что 0,2. Да, мы недолго, но кроме того, что эти 100 микротесл, лучше выйти, да, в это время из кухни, даже если там вроде бы нормально всё подогнано, все двери, ну вот самая дверка на этой вашей СВЧ-печи. Ну, кроме всего прочего, задайтесь мыслью, а что там получается, когда СВЧ-излучение действует на белке, вот то, что вы там кладёте пирожок, там котлетку разогреть, либо борщ, или ещё что-то, что на самом деле внешне вроде то же самое, а подумайте, у нас это всё разрушает, да, вот попробуйте голову в СВЧ-печи, не потому что она сгорит, попробуйте голову там, где высокочастотное излучение, свой организм, наверное, хорошо-то не будет, а насколько эта пища, которую вы вынули потом из СВЧ-печи, будет вообще-то соответствовать тому, что мы ожидаем, когда это, ну, как пример такой предельный, да, чугунок из русской печки, с великолепным вкусом, ни на что не похожим. Так, теперь идём дальше, смотрите, трамвай-троллейбус тоже каждый день, в основном в больших городах, это пользуется, 150 микротесл, да, больше, чем СВЧ-печи. На платформе метро от 50 до 100 микротесл, здравствуйте, ещё одна микроволновка. А потом, эта платформа, смотрите, уход в тоннель, 300 микротесл. Поэтому, если есть возможность избегать метро, есть наземные варианты транспорта, и, ну, трамвай-троллейбус тоже, видите, до 150 микротесл, но в два раза меньше. А если можете пешком, просто пройти, идите лучше пешком. А то бывает так, что хотя бы одну остановочку, но проехать, а остановка там 300 метров, а там другую. Предельно допустимые нормы для человека, ещё раз крупно, посмотрим, 0,2 микротесла. Теперь электромагнитные волны высокой частоты. Тут другое. Это поля с частотой от 1 МГц до 10 ГГц. Они проникают в ткани человека и нагревают их. Вот вы получаете микроволновку, только вы сами уже оказываетесь в этой микроволновке. 1 МГц, 10 ГГц. Компьютерное оборудование. Да, мощность вроде не та, но излучение есть и воздействовать на вас будет. Яйце измерения здесь другая, ватт на метр квадрат. Величина напряжённости электромагнитного поля. Вот природная среда, смотрите, к которой мы привыкли, родились мы в этой среде. Что тут 1 МГц? Микроватта на метр квадратный. Это то, что в природе. Мобильный телефон 10 Вт на метр квадратный. А там 1 МГц. А там 1 МГц. Мобильный телефон в режиме ожидания, то, о чём я говорил. В режиме ожидания на расстоянии 2 метра. Вытянутая рука, ну, рука 2 метра не бывает, ну, хотя бы метр. 3 сотых, да, конечно, не 1 миллионная, но 3 сотых, либо то, что было предыдущее показание. Почувствуйте разницу. Мобильный телефон в режиме ожидания на расстоянии 10 метров. Ну, 10 метров нереально, но, в принципе, 1 тысячная. То есть чувствуем, как с изменением расстояния от вас меняется и воздействие уже на сверхвысоких частот. Беспроводной телефон базовой станции. Это когда у нас дома базовая станция, и тоже ходим с этой трубкой. На расстоянии 2 метра 0,002 Вт на метр квадратный. Дома лучше пользоваться обычным телефоном, а даже не радиотелефон. Рядом с головой беспроводной 1 Вт на метр квадратный. Рядом с кроватью, допустим, стоит базовая станция. Получите 1 Вт на метр квадратный, а природной, правильно, 1 миллионная микроватта на метр квадратный. Поэтому дома, еще раз говорю, есть возможность обычный проводной телефон. И, ну, это в крайнем случае, не знаю, там, человеку тяжело перемещаться, пожилой человек, ну, это просто вопрос жизни, да? Что с ним, если что-то случается, при нем находится трубка, всякая голова закружилась, еще что-то, он может выбрать, вызвать экстренные службы, либо позвонить своим, там, детям, допустим, родственникам. Они приедут, помогут. Это исключительные случаи. А вот так злоупотреблять просто. Не надо. Лучше подойдете, молодые и здоровые, подойдете, возьмете трубку. Несколько шагов сделаете, вместо физзарядки. Смотрите, пики. Распределение магнитного поля в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц в помещении, оснащенным компьютером. Смотрите, какие пики. В микротеслах, до 5 микротесл. Вот стоят компьютеры и плюс принтеры. Вот вы что получаете в помещении. Магнитное поле, промышленные частоты в жилом помещении, по углу проходит кабель, стояк. Смотрим, 0,8 микротесл, в 4 раза больше допустимого. Он фактически не спадает. Смотрите, 0,2 даже не захватывает. Вот кремовая поверхность. Нет, даже на расстоянии 4 метра. Идем дальше. Распределение магнитного поля промышленной частоты в жилом помещении. Источник, распределительный пункт электропитания в смежном помещении. То есть, обычный шкаф. Шкаф, либо там рубильники есть, либо пакетник. То же самое, даже почти до 1,2 микротесл. Итак, господа, какой делаем вывод? Куда бы мы не пошли, особенно в больших городах, если мы не в тайге находимся, на природе, везде есть воздействие электрического магнитного поля. Как быть? Попытаться его избегать, выбирать транспорт с наименьшей нагрузкой на ваш организм. Дома минимально использовать эти приборы. Главное, чтобы они не были постоянно включенные. Только так мы можем как-то себя обезопасить. На этом наш сегодняшний урок завершен. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok